Из-за ошибки в программном обеспечении британской авиакомпании TUI система бронирования принимала взрослых пассажиров тетенек за детей. В результате каждой пассажирке по умолчанию назначался вес в 35 килограммов. В итоге из-за неправильных расчетов самолеты взлетали с серьезным перевесом. Например, пилоты рейса из Бирмингема в Пальма-де-Майорку никак не ожидали, что на борту окажется аж 1244 килограмм лишнего веса. А ведь от суммарной массы пассажиров зависит расход керосина и процесс набора высоты. Ну, понятно, опытные пилоты мигом сообразили, что-то здесь не так, и умело скорректировали программу полета. Так что по итогу никто не пострадал. К сожалению, далеко не все программные ошибки обходятся без последствий и жертв. Ну, а теперь переходим к новостям цифрового правосудия. Сейчас узнаем, сколько жизней загубил и сколько судеб поломал надежный японский софт. Долгие годы почтовая служба в Великобритании пользовалась системой Horizon. И вроде все шло хорошо, но были в софтине серьезные недоработки. И ты уже подумал, что британские письма и даже посылки не доходили до адресатов. Но нет, дело оказалось намного серьезней. Система Horizon была разработана японской компанией Fujitsu и более 20 лет следила за деятельностью почтовых отделений. Автоматически считала деньги в почтовых банкоматах, в терминалах, на кассах. И регулярно выявляла недостачу, которой на самом деле не было. Руководство британской почты уверенно считало софт непогрешимым. Ну, его же написали пунктуальные и дотошные японцы. Ну и разве могут быть ошибки в системе, которая обошлась государству, приготовься, в миллиард фунтов стерлингов. В общем, всем было понятно. Софтина прекрасная. А вот собственных сотрудников, почтовые боссы, очевидно считали бестолковыми тунеядцами. И регулярно требовали с них возмещения несуществующих убытков. К примеру, Horizon насчитала, что некая Дженет Скиннер не доложила в кассу 59 тысяч фунтов стерлингов. Это в пересчете на наши деньги примерно 6 миллионов рублей. Где деньги, гражданка Скиннер, спросили строгие британские начальники. А денег нет. После чего гражданка Скиннер заехала на тюрьму аж на 9 месяцев. Ну, за 59 тонн как-то ненадолго. Другая гражданка Великобритании, Сима Мисра, была беременна вторым ребенком, когда чудесная программа выписала ей долг в 74 тысячи фунтов. После чего неподкупный и справедливый британский суд отправил беременную тетку по этапу. Как сказал муж Симы, мы приехали из Индии и никогда бы не поверили, что такая несправедливость возможна в Британии. В другом отделении британской пост-офис программы не досчиталось 60 тысяч фунтов стерлингов. Там виноватым назначили Мартина Гриффитса. Ну, Мартин, правда, в тюрьму не попал, потому что сразу после ознакомления с суммой своего долга, без промедления покончил с собой. А когда сотрудника, пришедшего на смену Мартину, тоже обвинили в недостаче, руководство сделало вид, что все в порядке. Ну и со временем это стало стандартной практикой. Почтовая служба предлагала сотруднику признать вину в обмен на отказ от части обвинений, пойти на сделку и, следовательно, получить срок, но поменьше. Многие честные сотрудники британской почты на такое сразу соглашались. В 2013 году пост-офис подрядил независимую контору SecondSight изучить работу замечательного японского софта. Спецы обнаружили, что каждый год от сотрудников поступает до 12 тысяч жалоб на то, что программа не регистрирует платежи. Но руководство спокойно продолжало спихивать вину на почтальонов и отправлять ни в чем не повинных граждан за решетку. Ну а завершился аудит и вовсе прекрасно. В 2015 году, за день до публикации итогового отчета, почтовые боссы потребовали от конторы SecondSight завершить расследование и уничтожить все документы. На то, чтобы замять нехорошие результаты проверки, боссы потратили 32 миллиона фунтов стерлингов. Но к 2018 году пострадавших накопилось столько, что далее скрывать творящийся на британской почте беспредел стало уже невозможно. Судья, который сейчас ведет дело, заявил, что компания о серьезных проблемах с софтом знала, но упорно твердила, что с программой все в порядке и затыкала рты всем, кто пытался возмущаться. В результате только за период с 2000 по 2014 год под суд ни за что попало 740 человек. Данные за последние 7 лет все еще уточняют. Но за получением денежной компенсации от почтовой службы уже обратились 2500 человек. И выплатить им придется примерно 153 миллиона фунтов стерлингов. Вообще, конечно, очень интересно было бы узнать, а как там у них вообще все это устроено. Есть ли бухгалтерская отчетность? Как и кто ее проверяет? Если гражданин ворует деньги со счетов, он же их, наверное, куда-то переводит, где-то обналичивает. Никто ничего подобного не проверяет. И по пропавшим десяткам и сотням тысяч фунтов не проводится следствие. Ну, для того, чтобы отправить гражданина за решетку, достаточно посмотреть распечатку из программы. Вот это да! А где же легендарные сыщики Скотланд-Ярда? Или если программа написала почтальона в тюрьму, значит сразу в тюрьму. Тянулось все это два десятка лет. И только через 20 лет, в апреле 2021 года, суд оправдал 39 человек. А судьба многих сотен других все еще под вопросом. Очень интересно, прилетит ли что-нибудь руководству почтовой службы? Вот, к примеру, некая Пола Венелс была директором почты с 2012 года. А в 2019-м даже стала командором ордена Британской империи. За заслуги на посту руководителя и за благотворительность. За свою карьеру она заработала 4,5 миллиона фунтов. И во всем винит штатных почтовых айтишников. Говорит, лично она не одобряла такие нехорошие претензии к сотрудникам. А вот компьютерные эксперты ввели ее в заблуждение. Вот они, какие нехорошие эти айтишники. За такими глаз да глаз. 20 лет на них никто управу найти не мог. Столько невинных посадили. Столько душ загубить успели. Жуть! Ну а в общем и целом, совсем уже близко прогрессивное будущее. Где судебную систему оптимизируют. И решение будет выносить непредвзятая и неподкупная нейросеть. Вот тогда-то накал справедливости будет что надо. Никакой скайнет даже рядом не стоял. А на сегодня все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok